Приветствую вас во второй части прохождения Going Medieval. Какой-то небольшой патчик вышел. Вот здесь была версия игры .1, а сейчас .4, но никакого патчного-то не было, потому что игра еще не вышла, и, видимо, разрабы подумали, зачем сейчас это делать. Вот. Ну, собственно, у меня тут много всяких планов. Я бы вообще хотел обнести поселение полностью забором, чтобы защищаться от будущих штурмов. Но я понимаю, что у меня мало людей, и сейчас вообще стоит острая проблема с пищей. Вот. Ну, собственно, также, наверное, стоит сделать вторые этажи где-то, потому что глупо не использовать это преимущество, а только вопрос где. И, соответственно, крышу, тогда крышу нужно будет снести. Опа! Подожди, а что это тут за фигня вот такая? Только не говори, что это мухи, потому что у меня там что-то загнило. Нет, нет, нет. Это просто, это просто крышу. Это, блин, я испугался, я думал, у меня там на складе все гнило, и все, мухи заполонили. Так, ладно, в общем... О, молятся, молятся. Да, вы писали, что... Типа я не пос... Опа! О, молятся, смотрите, реально. Что ж, не зря, не зря. Теперь у них будет хорошее настроение почаще. Так, давайте посмотрим. Забор. Зачем забор? А, это для посевов. Не остановит мародеров и диких животных. Ну, это понятно. А знамя зачем? Бойка, развивающаяся на ветру. Тоже непонятно. Ну, его можно на крышу, видимо, да, втыкать? Кстати, да, вот сюда вот можно, прикольно. Так, ладно, давайте подумаем, что нам тут делать с крышей. Знаете что, наверное, мы начнем обустройство крыши. Может быть, с середины вот здесь, потому что у меня какой-то военный склад, но тут ничего нету. А судя по тому, что его ничего нету, я могу его вообще вот сюда вот перенести или сюда. На первом этаже у меня будет доступ к тому, что чаще всего нужно, да, чтобы они не поднимались лишний раз. А на втором этаже уже то, что реже используют. Ну, например, оружие, потому что у них с собой основное это все оружие, вот. А складировать, например, можно на второй этаж. Сюда я тогда запрещу складировать, чтобы больше места было под более актуальные вещи. Так, ну, собственно, у меня вопрос. Как мне снести крышу и построить туда за место кровли, допустим, пол из дерева? Вот так вот, если я сделаю, это как будет? Это нормально? Блин, еще тут... Слушай, еще тут сложно это... Сложно, сложно. Так, вот так что ли? Это будет? Нет, смотри, какая-то фигня получается. А-а-а, вот оно, вот оно. Видите, вот я второй этаж не могу сделать, потому что здесь какая-то поддерживающая конструкция нужна. Ну, давайте тогда балку из дерева, что ли, посередине, вот сюда. И, типа, тогда оно встанет, правильно? Сейчас вот так, еще раз. Пол. Потому что, видите, получается, да, я не могу здесь. Стабильности недостаточно. Ну, раз ее недостаточно вот здесь. Так. А почему я не могу? Опорный балк нужно поставить между двумя вертикальными поверхностями, стенами и вокселами ландшафта. Немножко я не понял. Так. Что они хотят-то? Они хотят, чтобы я вообще ее здесь поставил, что ли, рядом с входом? А, может быть, сначала нужно... А, стоп, стоп, стоп. Наверное, знаете, что? Наверное, ее вот сюда вот можно запланировать. Когда крышу построят между вертикальными поверхностями. Наверное. Ну, в общем, посмотрим. Начнем строить пока. Ну, вот он начал. Уже начал, начал. Сейчас мы посмотрим. Знаете что? А может, я тут вообще спальню сделаю? Вот так-то. Кто его знает? Нет. Так. Ну, что он строит, кажется. Ну-ка, балка из дерева. Что, я, если правильно понимаю, она сюда должна... Так, или нет? Нет, значит, я неправильно что-то понимаю. Растягивать ее тоже нельзя. Интересно. О, настроение у мистера Тата радостное. Это значит, максимум сил... Это когда он зелененьким подсветит. А, теперь... Тут у них рожа недовольная, но... Тем не менее, радостная она уж. А, вот оно что. Вот смотрите, как оно пишется. Вот так вот, что ли? Реально нужно ее. Только почему-то она вот здесь внутри так не хочет делаться. Или делается. А, вот, вот оно, вот оно. Вот как ее ставить надо, понятно. Так, ну... Судя по всему, ее мне надо воткнуть, если... Где у меня там не хватает-то? Вот здесь вот примерно. Тут вход у меня, да? А если вот здесь вот воткнуть? Потому что тут же не хватает больше. Ну, давай вот здесь вот. Оп. Вот. Такая балочка теперь отлично укрепит все. Так, и я могу теперь, наконец... Опа. Да, теперь я могу потолок завершить. Отлично. Правда, смотреть, конечно, неудобно туда. Как-то вовнутрь получается, но... Балочка-выручалочка достижения, кстати, я разблокировал. А, вот я понял. Короче, смотрите, вот уровни мира показаны. Ты их можешь понижать. На Z это повышаешь, а X это понижаешь. Но видишь, когда один раз нажал 15.5, то есть ничего не изменилось. Это потому что обрубились слишком высокие штуки, до которых дали... Вот еще раз. Икс, 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 икс. Вот я много раз нажимаю. Вот, сейчас начало понижаться. То есть это еще и вглубь можно... Или Z я, соответственно, повышаю. Вот. Вот так вот можно сделать, чтобы все было видно, чтобы ничего не мешало. Либо Ctrl зажать и колесиком мыши. Вот так. Вот так вот. Ну, я вот так пока оставлю. Вот отображение крыш. Вот оно. На S, собственно, еще можно по-быстрому включать. Ну, то есть получается они... Она у меня как бы тут такая комната под крышей. А, ну, в принципе, вот я ее так могу и выделить, наверное, кровлей с соломой. Да, вот так вот могу ее снести, если захочу. Только надо ее аккуратно, конечно, будет сносить. Но, тем не менее... Да. Так, ну, давайте попробуем снести... Все-таки... Часть этой кровли, блин. Так. Знаешь, как тут? Вот жесть. А, вот разобрать. А что, нельзя ее... Что значит отменить? А, вот. Нет, вот тут он лишнее. Видите, это я на шифте пытался. Тут можно лишнего зачерпнуть, конечно. Не очень удобно пока это все выделять. Надо аккуратно ее разобрать сейчас. И после этого мы уже на второй этаж. О, кажется, все четко. На второй этаж уже чем-то захит. Как он туда попадет, у меня вопрос. Потому что здесь проход-то нету, лол. Надо пол, что ли, где-нибудь за... Где проход-то будет у меня, снаружи или внутри вообще? Вот еще и в чем вопрос. Давай тогда проход, прямая лестница. Какие тут лестницы-то у меня есть? Окно из дерева, дверь из дерева. Прямая лестница из дерева. Я могу? Подожди, нет, это вообще не то. Вот внутри, значит, как это будет выглядеть-то? Вот, где проход-то сделать? Узнать бы это, конечно, все. Ну, вот так вот, наверное, где двери я сделаю. Вот здесь посередине. Не знаю, насколько это... А, ну вот они отсюда, отсюда смогут отовсюду как бы проходить. Так, надеюсь, это... Или не делать все-таки на проходе. На проходе, блин, вот тоже знать бы это. Ладно, сделаю на проходе. Нельзя установить лестницу, пол из дерева блокирует путь. А! Тогда мы уберем пол из дерева. Правда, это геморрно будет сделать, но... Кто-то же должен... Ну вот, уровень. Вот здесь вот его надо убирать. Вот так. Вот он ломает, ломает, все, отлично. Что-то как раз достраивает в то же время. О, по-моему, он крышу расхерачил. Ой, подожди, вот... Вот тут-то на... Так. Что я не совсем понял? Пол из дерева. Здесь его как раз и не надо делать. Так. Прямая лестница. По-моему, я там лишнего зачерпнул, но ладно. Вот. И пол из дерева, конечно же, вот здесь вот он должен быть. Да, вот как раз. Так. Вот так. А здесь почему-то не можешь. Ладно, разберемся. Пока вот так вот. Ого. Так, лесенка-то... А, она еще не достроена, нет? Так, доступны исследования, но я хочу консервирование продуктов. Еще мне нужно 5 единиц знания накопить. Знаете, по-моему... По-моему, здесь нужна еще одна балка. Укрепляющая. Может, я, конечно, ошибаюсь, но мне так кажется все-таки. Так, нет, это не то. А что, я не могу здесь еще одну захороначить балку-то? А, вот, нужно полностью... Вот, одна здесь, получается. Ну да, получается вот так вот у меня будет. Нужна, нужна она здесь. Я потому что не могу вот здесь вот ячейку поставить. Ну-ка, вот сейчас. Да, вот сейчас смогу. Видите, так что балка нужна. Она пригодится для стабильности. Все, у меня есть полноценный второй этаж. И крыша, по-моему, здесь убрана. Да. Отлично, элитно. Элитарно. Так, теперь я вот что сделаю. Я перенесу туда лежаки. Пусть они сразу... Ладно, давайте достроим пока. Ух ты, ничего себе, тут зайцы прям в наглую рядом бегают. А дерево-то не портится. Дерево тоже портится. Так, все, свободная комната есть. У меня еще одна. Давай лежаки, значит. Ну, пусть они вот сразу будут здесь. Ать. Так, ну, насколько их можно вообще близко к друг другу располагать? Или далеко нужно? Как это? Как это у них тут работает? Стоит ли их рядом? Или у них там настроение плохое начнется? Ладно, давайте пока рядом их всех положим. Вот как он построит, это тогда уже будем думать. Так, и нужно на самом деле пол вот здесь вот везде тоже захороначить на вторых этажах. А это означает балки еще дополнительные. Ладно. Это не проблема. Давай балку сюда. Балку сюда. Балку сюда. И балку сюда. Так. Так. Конечно, со складом это гемор будет. Второй этаж. Ну, ладно. Так. А здесь я могу стену из дерева, кстати, еще одну построить. Я не знаю. Я надеюсь, что оно выдержит, так сказать. А че? А, вот здесь вот видите, уже не выдержит. Немного не по фаншую. Вот здесь придется крышу сносить. Так, ладно. Не проблема. Сейчас разберемся мы с этим. Все, крышу здесь, знаешь, сносим. Так. И на ее месте, естественно, пол. Поверху пустим. Отлично пустили. Так, балки там уже у нас есть. И сразу здесь вот стены. Вопрос, нужно ли там барьеры остается открытым. Ой-ой-ой, стоп. Так. Блин, чувствую я потом это все перестраивать придется. Ну, ладно. Ой. А здесь он случайно... А, да. Случайно, да. Случайно у меня этаж получился выпирающим. Стоп, стоп. Ну, кстати, я оценил. Это выглядело бы красивенько. Вот. Вот теперь вот четко все. Фаншую. Кстати, можешь реально так сделать, знаете, выступы. Типа. Ладно, я потом сделаю сейчас. И отмеряем ровно от этой лестницы. Так вот, ведем, 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 ведем. Вот здесь вот пол из дерева. А вот здесь вот его не будет. Так. Сколько там нужно клеток-то? Раз, два, три... А, нет, подожди. Ну, на вскидку четыре клетки. Значит, раз... Еще одна, по-моему. Вот. И сюда также вставляем лестницу. Опа. Как влетая. Подожди. А, нет. Не как влетая. Вот видите, тут из-за камеры... Из-за особенностей камеры. Вот так вот, может? Я не знаю. Наверное. Так, зайцев сразу можно выбрать. Так, вот еще на них, чтобы охотился. А то что, они тут разбегались у меня? Еще какие-нибудь инфекции у меня тут. Понимаешь, занесут. О, исследования. Конечно, каменные блоки подкупают. Но я знаю, что зима. Поэтому давай консервирование все-таки. Так, открыли консервирование. Опа. Коптильная. Место, где можно повесить мясо и закоптить его на открытом огне. Глина. А-а-а. Вот оно что, жесть. А еще из известняка или из глины. Значит, мне еще другое исследование нужно. Плавление, обтеска каменных блоков. Это что я как раз получу? Известняковый кирпич или глиняных? Вот вопрос. Печь для обжига, печь для обжига. Вопрос, из чего ее строить? Глиняный кирпич, уголь или известняковый кирпич? Известняковый, наверное, проще, судя по всему. А вот этот красивее глиняный. Ну и... А по стоимости одинаково. Ладно, посмотрим. О, спят уже в новой, так сказать, этой своей ипостасе. А один предпочитает спать на улице, кстати. Интересно, почему. Морозка. Не любит сильнее кусачего мороза и зимней свежести. Она оживает на холоде. Так, остальные лежаки я убираю. На самом деле, я ей тоже уберу. Пусть она не выдумывает тут. Слушай, а ловушка сколько? 20 хвороста стоит. Сколько у меня хвороста? Вообще, он, по идее, тут везде валяется. А что, если хворостом, короче, ну, ловушками, да, окружить тут все, короче, вообще? А, вот видишь, как неудобно. То, что каждая приходится щелкать по один, нельзя просто протянуть с этими ловушками. Но зато сразу же, как только вражины будут появляться, они будут появляться на ловушках. Не знаю уж, стоит это того, не стоит. Ну, я, наверное, попробую. Конечно, сейчас заманаюсь, но... Ух. Ну, даже с одной стороны, это занимает много времени. Давайте пока ограничимся одной стороной. Посмотрим вообще, сколько у него времени уйдет и так далее на все это. О, олень. Достижение. Это я, наверное, убил. Потому что так. Давайте здесь тоже балки сделаем. Вот так же, по такому же принципу. И сразу я крышу зафигачу. Пока что не буду там больше ее это никак пробивать. Просто, чтобы здесь, ну, была крыша и все, чтобы они от меня отлипли. Вот так. О, и тут там уже балка требуется. А, потому что вот здесь вот, да. Вот так вот. Так, ну, я не знаю, дверь тут делать или нет. Наверное, делать. Давай сделаем. Достижение все или корнишон. Интересно, что это такое. Корнишон. Корнишон я загуглил. Это группа сортов растений. Я не понял, что за достижение. Какое я мог с ними. О, доступные исследования. Ну, кварка или мебель? Нет, нафиг мне надо вот это, новые, так сказать, эти открыть. Из чего строить. Вообще, какие там оружие из дерева, оперение, кузнечное дело, защитные сооружения. Ну-ка. Конечно, лучше, ну-ка, сталь, топоры. Ну и стали я явно строить ничего не буду. Видимо, да, вот это надо открыть, чтобы как можно раньше начать строить из-за этих самых. Ну, короче, вы поняли. Но этот я, наверное, не буду менять. Пусть у меня тут будет такой деревянный замок. Ну, вот сырое мясо догнивает на складе. Конечно, я могу, на самом деле, зиму не пережить. Сейчас заново, возможно, придется. Из-за того, что не совсем правильное исследование. Не совсем быстро начал вти. Но я не знал же. Я же не знал. Я же ничего не знал. Так, знаете, что я понял, почему у них плохое настроение. Потому что сырое мясо едят. Давайте я вот этому портному временно на готовку. А, блин, а у кого еще-то готовка есть? У строителей? Нет, строитель у меня за... У него аврал. Ладно, пусть портной тогда готовит. А, я что-то не понял. У меня костерку пропал. Я его, наверное... Что-то с ним делал. В общем, надо костер. Вот костер. Вот так. И надо строителю... Приоритет, чтобы он его это... Побыстрее построил. Так. А, мне эти придурки же разрушили, да. Так. Ну, пусть... 20 единиц еды для начала. Так, кстати, пол-то я теперь могу тут зафигачить? Ну-ка. О, да, могу, видите. Тут ничего не выпячивает ниоткуда. Вроде нет. Отлично. Двери открытыми оставляют. Чё это они, блин? Осмелели совсем. Ну и по такой же схеме. Понятно, что с балками я делаю вот на этом этаже. И здесь пол уже тоже закрываю. Вот так. Всё, отлично. Так, ну чё? Изготовление чего-то у меня тут доступно. Известняк, глина. А, вот. Известняковый кирпич, верстак каменщика. Наверное, известняк по-любому нужен. Для постройки глины, известняк. Вообще, где он здесь у меня? А, вот. Известняк. Понятно. Хотя, вроде бы, нет. Вроде бы я глину тоже смогу зафармить, если я правильно понимаю. Подожди. Известняк, известняк. Подожди. Может быть, тут что-то на это. Вот, глина. Куча глина. Чего у меня тут больше-то? Глины или что? Так, глина. Ну-ка, сколько у меня глины тут? 74 куча. А известняка? 89 куча. Ну, известняка, конечно, побольше. Но можно для начала и глину. Ладно, давайте изготовление глиняных этих. Отлично. Так, прилежный исследователь. Ну, здесь вот на первом этаже... А, печь для обжига. Блин, кстати, опасно. Так, давай, где тут глина? Разрешить. Вот. Достаточно. На улице-то ее можно делать? Ничего, она тут у меня пожар не устроит? Вот так вот нормально будет? Пространство уже занято. В смысле, а чем оно занято? А, вот, теперь ничем. Все, влезло. Кстати, вот влияние в регионе на глобальной карте 13.6. Ростом вашего поселения растет и уровень вашего влияния в регионе. Чтобы увеличить свое влияние, нужно повышать благосостояние путем накопления ресурсов и возведения зданий. Побеждая в сражениях и отражая вражеские набеги, вы сможете повысить свое влияние еще быстрее. При достижении уровня влияния в 100% ваше поселение станет самым влиятельным в регионе. Кстати, вот, навожу синие, это дружественные, а красные, это вражеские. Ну, с ними... А, вот это, наверное, вот влияние. Вот это вот, типа, моя, как это... Ну, как это, вот этот круг, что ли, или что? Типа того. Мэй, строительство 30 у него. Можно ли больше вообще изучить, нет? Хочет есть, ну, не хочет есть. Пусть он печь для обжига строит, реально. Он может сейчас эту глину выформить сам и построить. Да, он пошел, кажется, сфармить ее. Только, блин, не сожги мне мои деревянные постройки, потому что, конечно, печь для обжига. Ну, блин, у кузницы раньше тоже деревянные были, и что? Так, глиняный кирпич и уголь. Любопытно. А что я там хотел? Коптильня? 40 глина. А, подожди, так я глину могу построить. Что я туплю-то? Глину я же мог построить. А я могу ее... Где коптильню-то лучше строить? Снаружи или внутри? Вообще, как это? Давайте внутри, а то еще, блин, будут там резы складывать, и будут эти мудаки меня штурмовать. Давайте, короче, две коптильни вот здесь вот я. Или, ладно, давай, давай одну пока, подожди. Давай вот в этом углу одну коптильню. По фэн-шу, а там посмотрим. Так. Ресурс недоступен для доставки. А почему? Подожди, я запутался. Так, требуемые ресурсы глина. Так я же глину разрешил фармить. Вот глина, ее здесь дохрена. 200 из 200 или этого все равно не хватает. А, вот неправильно щелкнул. Или что? Ресурс недоступен для доставки. Что-то я не понял. Потому что он уже недостаточно разрешенных ресурсов. А, глины, наверное, недостаточно. Так, ищем еще глину на карте. Это такие кучки. Ну, собственно, вот. Значит, то, что я на карте выделил, недостаточно. Ладно, она похожа, кстати, на золото чем-то. Так. Да, недостаточно, видимо, глины. Давай, опа, вот здесь дохрена глины. Вот, разрешил. Все. О, теперь оно, видите, синеньким загорелось. Это коптильная. Значит, теперь я ее могу построить. Так. Давай строй коптильную. Так, исследование доступно. Какое там у меня? Нет, пока. Я на всякий случай еще каменные блоки, наверное, изучу. Варка Эля. Ну, Эль просто для настроения, но у меня вроде и так депресс-ух нету. Так, стулья. А, вот. Кровати, кстати, более лучше. Может и стоит кровати? Простая, она довольно удобная кровать. Может, реально и кровати стоит. Ладно, давайте, да, с кровати начнем. Тоже. Сейчас я им тут, понимаешь. Да, и немножко все-таки нужно мне изменить планировочку. Так, знаешь, что строитель мой дорогой? Иди, ты вот это вот. О, коптильню строит. Так, ну ладно, делай, делай. Это богоугодное дело. Так, он сделал. Копченое мясо. А топливо это что? В качестве топлива. Так. Давай реально бесконечно. Пусть он бесконечно делает это. Здесь кто-то может делать. Недостаточно кровати. Да я понял, что недостаточно. Но сейчас он здесь. Опа. Так. Куда же мне кровать? Здесь просто еще одна лестница будет, наверное. Давай, раз. Два. Как же мне их лучше воткнуть-то? Ну, а почему? Это пространство уже занято. Чё, прикалываешься? А, типа там нужно отступ сделать. Ну, ладно, сделаем. Три. Четыре. Вот так, достаточно. Так, пусть он сразу построит эти кровати. А то у них там начнут депрессии, понимаешь ли, возникать. Так, раз, кровать. Давай еще вторую кровать. Они, небось, и не ожидали такого, да? Уже не то, что лежаки, а вон. Какие классные у них кроватки. А, коптильный. Видишь, нет рабочего с навыком кулинарное дело десятка. Офигеть. А у меня, по-моему, реально и ни у кого-то и нету кулинарное дело десятка. У кого у меня? Ни у кого нет такого. Да, так что коптить пищу на зиму я и вообще не могу. Внезапно. Так, а интересно, пища гниет за счет того, что здесь лестницы и крыши нету? Кучу разложить причин, разложить температуру. Нет, нету, оно считается все равно, что в помещении, так что лестницы не мешают. Хотя, по идее, мошки должны залетать, но как есть. Может, не сразу эти сделать? Кирпичи. Ну-ка, сколько? Пусть 30 кирпичей будет на всякий случай, мало ли. Мне просто интересно. Это строитель делает или кто? О, нет, это портной. На, типа из глины. Скорость 560. А почему в помещении свободной комнаты? А почему скорость фигувая? Выделение тепла 2500. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, да, потому что слишком жарко в комнате. Йооо. Да, нельзя здесь, короче, походу. Ну-ка, скорость исследования 110. А, тут нормальная. Что-то 120. Короче, тут, наверное, жарень дикая. Я вижу, тут прям дым пошел в этой комнате. Блин, опасно. Это что, ему жарко, что ли, или нет? Ладно, делай, делай, давай. Обжиг глины, вот, идет. Процесс. Кстати, да, по вот этой, по зеленой, скорость передвижения 85. А здесь вот скорость передвижения, ну, внутри постройки 100%. Так, нормально. Нормалек. Еще стулья. А зачем нам эти стулья нужны? Я же не могу их заменить. Вот здесь, например. Или могу. Нет, вряд ли. Это просто. Или их можно, например, поставить сюда, к рабочим местам, как в этом. Вот в чем вопрос. Но я сомневаюсь, что-то, что его можно сюда поставить. Мне кажется, нет, это просто. О, спят на кроватях. Ничего себе. Белые люди. Наверное, они так какие-то модификаторы получают, я надеюсь. Ведь стоимость у нее 109. У них у всех стоимость 109. Да, портной. Ой, а что там, что за портной? Не понял, стоп. А, это кто спит там, наверное, да. Новое время года. Лето. Пошла жара. Лето стало настоящим благословением для поселенцев, которые наконец-то сбросили теплую одежду. Теперь им предстояло построить подземное хранилище, чтобы все продукты оставались свежими в эти солнечные дни. Подожди! Это подсказка. Лето. Высокие температуры, вероятность тепловых волн. Постройте подземное хранилище, чтобы сохранять продукты свежими в жаркие летние дни. Подожди. То есть я могу пока не коптить мясо, а просто хранить его под землей? Вы не могли, блин, это раньше мне сказать? Как мне, как мне в землю уходить, как этот? Офигеть. Кстати, прикольно, когда вот ты вид земли меняешь, да, еще вот ниже. То вот под этими ловушками с колями, смотрите, что показывается. Ну вот, коля, собственно. Так, только как мне сюда попасть теперь, вот непонятно. А, ну вот здесь есть, типа, пещера, но это, конечно, не то. Может быть, вот это вот, типа, добыть? Да, скорее всего, добыча. Вот так вот можно под землю уходить. Но я боюсь, на самом деле, вот здесь вот под землю уходить. Хотя, блин. Ну и че мне получается? Тут раздолбачить вот это. Ну, лестницу я планирую вот здесь рядом со второй лестницей строить. Значит, если будет лестница вниз, то она тоже должна здесь быть. Ну, давай попробуем раздолбачить этот пол. Так, это эксперимент. Сильно меня не бейте, если все пойдет наперекосяк. Конечно, немножко место съедится от склада, но это, как бы, меньшее из проблем, на самом деле. И я надеюсь еще, что там ничего не рухнет. Капец. Потому что мы же, по сути... Механические детали могут из чу перенести. Так, давайте, делайте, делайте. Блин, долго они. О, морковь. Можно оставить про запас и съесть потом. Поле со свеклой. Тут, ну, описание. Так, так и нагородили в поместье. Использовать для откормки домашних птиц. Страва для изготовления лекарства, окраски ткани. Вкусные ягоды, трава. Так, накормская береза. В медицине окраски. Так, в общем, давай, чтобы... Это поле со свеклой давай. Просто попробуем. Я не знаю, это эксперимент. Поле с морковью давай сделаем. Ну, я не знаю. Это слишком большое. Ну, хорошо, тогда 10 на 10 пусть. О, причем оно не везде может быть. Подожди, тогда давай его снесем нафиг. Так, еще дубль 2. Нужно чисто на зеленом, да, строить? Значит, они вот что намекают мне. Хорошо. Чисто на зеленом, так чисто на зеленом. Вот так. Посмотрим. Ну, типа, почему морковь? Потому что ее зима... То есть, она хранится, как они сказали, долго. Я не знаю, но сейчас узнаем. О, вот оно. Пошло дело. Долго она, на самом деле. Время роста 19 дней. Макс ресурсов через 7 дней. Период в сбор урожая 1. Урожайность при созревании 9. Ну, не знаю. Ну, увидим. Немножко нелогично на колесико мыши. У них снижается вверх постройка. Наоборот, вверх должна увеличиваться, а вниз снижаться. Кстати, жареное мясо вон уже... О, общая спальня. Да ладно. Типа, потому что закрыли от этого. Достигает уровня. Охотник. Общая спальня. Ну, в общем, нормально. Я так розетта раскрутился. О, кирпичей 40 из 30. Производство простаивает. Ну, естественно. За хрена мне 40 они сделали. Я же просил только 30. Где они у меня, эти кирпичи? Вот это, что ли? Глина куча. А, это глина. А где кирпичи? Короче, я не знаю, что это... А, вот глиняный кирпич. Только где он? Где-то он здесь, короче, валяется. Тухлое мясо. Вообще его надо выкинуть. Тухлятина здесь на хрена. Отходы. Надо убрать отсюда, чтобы на складе мы не хранили отходы. Как раз вот здесь у меня свалка есть. Вот на свалке пусть они хранят это все. Вот. И туши. Да. Так, исследования. Кстати, у меня тут декоративные знамены. Так. Декоративные сооружения. Настенная книжная полка. Типа, ну просто настенное украшение Братства Дуба. Щиты. Железные слитки. Так, варка Эля. Чужие щиты могу. Кулинарное дело. Роскошная трапеза. Но меня нету пока этих. Вообще могу луки всем раздать. И просто мы будем этих придурков расстреливать. Мне кажется, это актуально. Давайте, да, наверное, лукаря сделаем. Лукарей точнее. Так, столярный верстак. Так, ну вот так вот им достаточно места будет на все про все. Или что? Или нет? Так, столярный верстак и верстак лучного мастера тоже. Давай вот здесь вот. Здесь нормально. Что там у меня делает строитель? Ресурсы для построения. Что, он начал вот эти ухренеть? Да, он начал вот эти ловушки строить. Может, кстати, это и преждевременно. Вот ухлятина сюда относит. Ну и правильно. Зачем мне в доме оно? Надо, наверное, хворост ближайший и разрешить множественное. Так, а почему? Пусть разрешить хворост, конечно. Пусть, если... Может, ближайшие кучи... Пусть они берут, используют все ближайшие кучи хвороста. Нахрен он мне здесь нужен. Да уж. Нет, 33 уровень строительства. Похоже, мне еще долго прогрессировать. Так. Так. Преортизируйте разборку пола с дерева. Подожди. Нет. Кто... Кто у меня... Вот этот рудокоп, блин. А, у меня, наверное, его и нету. Да, вот добычи, видите, у меня нету. Горное дело. Ну, а у кого оно? Тоже у строителя. Исследование у него убираем. На третью, по крайней мере. А добыча... Пусть у него добыча будет тогда на... Втором месте. Новое поселение. С безопасное пристанище. Вы заметили чей-то бледный силуэт близ ограды поселения Лилинги. Когда Орен, хромая, подошел ближе, стало ясно, что оно стекает кровью от глубокой раны и нуждается в отдыхе. Я бился за честь. Тяжело прохрипел Орен. Позволите ли вы ему передохнуть у вас? Так, поселенцы захлопнули дверь. Кстати, это без штрафов будет. Жители поселения решат принять его. И тогда, что будет? К вашему поселению присоединится новый поселенец. Блин, ближний бой, ботаника. О, горное дело. Вот, вот, вот. Животновоз. Кулинарное дело. Блин, спасибо, игра. Спасибо. Спасибо, ты лучше всех. Так, Орен. Естественно, он пусть сейчас отдыхает и все такое. И давайте сразу сейчас, значит, с ним разберемся. У него горное дело 16, хотя, как бы, оно ему не интересно. Так, тогда горное дело давай у этого уберем. У кого там еще горное дело мы делали? У строителя. Найк, кулинарию, конечно бы, на самом деле-то ему поставить. А видишь, ни туда, ни сюда. Ладно, пусть кулинарию у него будет во вторую очередь. Вот так вот, как-то, в общем. Кстати, у него кинжал из железа, обычная принудительная экипировка. Незаменимый друг, когда нужно дать кому-то укорот. Идеально подходит для ближнего боя, выкладывания глаз и перерезания глоток. Нифига, среднее пробитие доспеха, средний урон по доспехам и щитам. Нифига себе, у меня Орен. Орен. Вот так вот его переименуем. Добыча. А Мак, это тоже в честь спонсора канала. Все, погнали. Ну и естественно, сразу койку надо для него сделать. Ой, немножко не по фэншую. А вот так вот, если интересно, так как тоже не по фэншую. Давай. Давай по фэншую все-таки. Как их тут? О, зашибок. Ой, а что это из него прям хлыщет? Глубокий парез, скорость передвижения, шанс уклонения, истекает кровью, скорость потери крови, минус 2 в час эффекты. Так, а он не может это, типа, нет, не разборка, а типа хиляться там, нет? Вообще, что он собирается делать-то? Ладно, я сохранился, он пожрать собирается. У него остановится кровь-то вообще? Истекает через 80... То есть он умрет, что ли, если я его сейчас что-то с ним не сделаю? Что за приколы, блин? Так, хорошо, а лекарства, если я ему прикажу, все-таки разрешу брать, я могу ему? Нет, ну как это? Я разрешил лекарствами пользоваться. Почему он не пользуется? Так, вот он. Подожди, или не он еще? Нет, не он. Так, вот он, пошел спать. Ну и что, исцеление, спит, восстановление здоровья плюс 200%. Ну-ка, а у остальных тоже плюс 200%. Наверное, потому что это кровати эти за суперские. Так, ну и что, истекает через 54, часа 53. Вроде у него восстанавливается потихоньку, просто... Блин, сколько ждать-то? Оно прекратится, кровотечение вообще? Так, он опять проснулся и начал ходить, истекая кровью. Что же с ним делать-то? Вон там бинты, да, нужны, наверное, бинты. Вот я, кстати, здесь могу что сделать? Копье, дубина, разобрать предметы. Ну, а здесь луки, собственно, могу делать. Столярное дело требуется. Так, этот молится, это понятно. Только как-то мне надо все-таки что-то придумать. Простой набор трав и бинтов. Подойдет для лечения значительных ссадин и ушибов, а также самых распространенных заболеваний. Может ему вот так вот отдых, типа, повысить? Ну вот высший навык залечивания устроителя. Ну, он ничего не может с ним поделать. Ничего не может. Ну, вроде вот сейчас у него истекать кровью через 73 часа. Вроде бы, значит, это замедлилось все-таки с этими спорезами. И вот он сейчас начал отдыхать, потому что я ему здесь поставил именно отдых. Опа, вот, вот она его хиляет. А чем она его хиляет? Она медикаменты какие-то взяла? Залечивание ран. То есть залечивание, это кто врачам? Врачам становится все-таки отдых. Надо им тоже поставить первично всем. Так, ладно, посмотрим за процессом. Только что у нее в руках-то? Чем она хоть его залечивает бы знать? Непонятно. Но может быть просто. Так, и она у него снимает. Исцеление выздоравливает. Плюс 200%. О! Все, он перевязан. Причем те медикаменты там остались вроде как без этих. Три. Ну, мне кажется, это просто они и сами разпортятся. Мне кажется, она не брала. Короче, все нормально. Так, ладно, давай обческу каменных блоков, наверное, или варкуэли все-таки. Ладно, давай варкуэли откроем, посмотрим, что это собой представляет. Сейчас у нас тут места-то хватит для него. Пивоварня, пожалуйста. Места уже, кстати, может не хватить. Да, наверное, не хватает места нам. Можно, конечно, в середине воткнуть. В принципе, почему бы нет. Да, давайте, наверное, так и сделаем. Немножко вот так вот сдвинем, разве что. Вот так. У жителей нет дела. Это у кого? А, у портного. Ну, а как это у него нет дела? У него добыча есть. В общем, всегда есть чем заняться у меня. Поле, кстати, она все засеяла. Но еще долго будет это она делаться. Давайте тогда сразу уж... Где там лечебные травы были? Травы. Так. Ой, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Так, травы. Давай еще одно поле с травами. Куда бы нам его захреначить-то? Там солнце может не попадать. Нам надо так, чтобы везде солнце попадало. Вот так вот. А, видите, вот тоже вот здесь. Одна ячейка не такая, а... Хочу, чтобы у меня все четко. Все 10 на 10 были. Вот. Отлично. Я так полагаю, что бинты из них же делаются из этих трав. Ну, потому что, как знаете, типа есть всякая там крапива и еще какие-то... Ну, значит, крапива это не точно. Ну, короче, лекарства, футы, растения, которые обладают антибактериальными свойствами, которые экраном прикладывали. Здесь у меня морковь, а здесь у меня будут вот эти травы. Главное вот это вот еще выкопать. Я понимаю, портной почему бездействует? Простой лечебный набор заканчивает разлагаться. Ну, да, вот все пропало. Ну, ничего. А что этот-то все дрыхнет? Эй, слышь? Кровь вот у него восстанавливается. Ну, ладно, пусть он полностью восстановит ее. Я надеюсь, что он потом все-таки добычей займется. Жители нет дела. Это у кого? Ну, тут очень небольшой период, когда у них нет дела. В основном дело у всех есть. Так, знаете что? Мне нужно сделать здесь выход на крышу. Потому что если на меня еще раз нападут, чтобы я мог обстреливать вот уже с этой большой крыши. Вот, это было бы очень круто. Мне интересно, балки не помешают этому или как? Так, значит, они поднимаются здесь, а потом поднимаются здесь. Теоретически это возможно? Нельзя разместить под балкой. Ааа, под балкой нельзя. Ну, туда вот здесь. Можно? Пол из дерева блокируют. Но это я, это я был готов к этому. Так, это... Только как мне понять, какой пол выбран? Вот неправильный пол выбран. Вот. Сейчас проверим, это тот пол или нет. Да, кажется, вот тот пол я сейчас правильно... Ломаю. Так, ну, потому что если я правильно ломаю, то там сейчас построится лесенка. Ой, ой. А, ну тут... Подожди, подожди, нет. Ну, по идее, правильно. Ну, слушай, ну хрен его знает. Может, он просто сначала должен сломать. Так, где этот строй? Хочет есть, ладно, пусть он пожрет. Так, вроде что-то мы проломили. Что ж такое-то? А, под балкой нельзя. Опа. Вот, да, да. Все правильно. Нет, 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 не разборка. Не разборка. Должен... Строить, зараза, лестницу эту. Чтобы у меня выход уже на крышу был. На какие угодно... Опа. Отлично. Вообще, по красоте, по-моему, да? Так, а, даже там один лишний пол я снес. Вот так вот даже можно сделать так. Ну, а здесь, на самом деле, нужно несколько луков произвести. Так, поддерживать. Сколько у меня населения? Пять. Ну, вот пять луков. Ой. Даже можно четыре. У меня один лук есть. Пусть будет пять. Слушай, а что столько зайцев-то? Ёлы-палы. Как в этом. Нашествие какое-то. Слушай, смотри, молятся. Причем сразу по два. У одного алтаря могут молиться. Похоже, нормально. Это эффективно работает. 120 скорость производства. Круто. Так. Необходимо залечить раны поселенца. Да какие раны-то? Глубокий порез. Ну, залечивайте кто-нибудь ему раны. Фермер. Она все-таки что-то взяла для залечивания? Тут у меня ничего нет. Это не бинты. Она залечивает чего-то. Ну, ладно, хорошо. Да, степень уже легкая. Все. Что он, будет это? Блин. Что он делает? Готовит пищу. А почему он не может эту зафармить? Эту хрень. Она же у него приоритетом стоит. Готовка пищи у него только потом. Поселенца отключена специализация. Необходимо для этого действия. Тогда давай ему включим специализацию строительства. Хоть и на низком приоритете. Он может это сделать? Разобрать-то. Ломать не струить. Опа. О-о-о. Пошло дело. Я только надеюсь, что резы сейчас не исчезнут. Так, детали. Ты бы не мог их перенести? Ее-мое отсюда. Так, вот здесь можно уменьшить зону как-то. Давай вот здесь вот, да, уменьшим ее. Вот так вот. Давай перенесем оттуда вещи. Как раз так перенес. Вот это тоже перенеси. Потому что эти детали, мне кажется, важны. Так, ну и все. А что он? Куда он идет? Несет на склад. Все? Копай. Копай. Несет на склад. Да хватит уже носить. Я не понимаю. Вон, мы там продолбили. По какой причине он тупит? Давай, копай. Блин, опасно. Надеюсь, у меня дом не обрушится. О, а тут у нас что, строим пивоварню? Отлично. Сейчас он выкопает. Он даже портной ему помог. Так. Ну что ж. Теперь будем... Я не знаю, сюда лестницу надо воткнуть, видимо. Какая-то лестница здесь. Значит, это должна вот сюда башкой начинаться. Вот так вот, типа. Уходим под землю. Ну-ка. Вроде нормас. Так. Надо балки будет, только воткнуть-ка можно быстрее. А то еще, блин, не хватало тут проблем. А, а я могу на еще один уровень туда опуститься. Вот так вот. Потому что сейчас-то я больше не смогу это... Подожди, подожди. Надо осторожно тут действовать дальше. Значит, он опустится на один уровень. Давай вот так вот попробуем. Вот что-то... Ой, нет. Так. Вот так вот примерно. Сейчас мы посмотрим, что нам это даст. То есть вот так получилось. Здесь лестницу туда-сюда. Так, а этот строитель... Я не знаю, они там могут спрыгивать или нет. Но пусть он лестницу из дерева построит. Подвал у меня будет скелетами. Или без. О! Так, только не обрушься, я тебя умоляю. Надо посмотреть, у стабильности у дома ничего. Не изменилось. Вроде нет. Устойчивость вроде все четко. Все, он там копает. Можно закачаться. Вдвоем копает. Отлично. Молодцом. А как узнать, какая тут температура? Я не знаю. Состояние 0, положение на карте. Мне будет знать температура... Глина. А, кстати, тут глина прикольная. Как раз. Ну вот так вот. Вокруг лестницы я все зафармлю. Блин, надеюсь, что никакая херня там не произойдет. И у меня... Мой дом под землю не уйдет. Так, жители голодают. Начинается. На самом деле, что они голодают, я не знаю. Потому что меня тут... Срезать мы не будем. Просто соберем эти все ягоды. Ягоду-малину. Соберем. Как раз сейчас нам, может быть, будет где хранить уже их. Кстати, морковка, смотрите, у меня тут... Три дня еще. Нормально. О, они сразу вдвоем копают. Это отлично. Следующий вопрос. Могу ли я эту лестницу продолжить? Типа еще вниз. Вот так вот. Супер. Ой, не. Блокирует еще... Надо вот эту вот одну хрень зафармить. Ну-ка, ты можешь ее приоритетом... Спрыгнуть ты можешь туда? Не может, видимо, туда спрыгнуть, да, зараза? И как же тогда? А, ну, может быть... Хорошо, может быть, тогда... Может, вот так вот как-то типа лестница будет? Потому что, наверное, больше никак нельзя. Все равно блокирует путь. А сюда? Все равно блокирует путь. И как с этим работать? Так, ну, я предполагаю, что здесь надо, видимо, пол построить. Как-то вот... Типа того что-то. Наверное. И то, не, по-моему, коряво-коряво получилось. Да, коряво. Мне кажется, что нет, все-таки должен быть... Какой-то пол вот здесь. Только как его... Вот, вот типа того что-то. И потом уже сюда вот лестница вот так вот встанет, наверное. Так, здесь пол отменить. И строитель пускай вот этот пол тогда, я не знаю, делает. Так, пол готов. Но он здесь все равно, видите, недостаточно. Значит, вот это вот надо еще зафармить фигню. А как ее зафармить? Только пол делать. А больше никак. Так, а я пол-то ему приказал делать? А? Сложно. То есть надо вот этот вот пол на него навестись, и потом от него куда-то вот вести. Но только... Опа. Только это очень сложно сделать. Так, тихо-тихо-тихо. Давай, давай. Хрен его знает. О! Кажись, я ему приказал добывать полезное ископаемое, и он пошел. Ну-ка, куда он теперь сможет продвинуться? Не туда, куда надо. Так, а больше он ничего не может, что ли? Все равно лестница пока что не втыкается сюда. Я не вижу какого-то способа, как ее сюда захерачить. Я не знаю, вот один пол как-то воткнулся, другой пол вообще нигде не хочет стыкаться. Может быть, я как-то теперь могу использовать вот этот вот пол для какой-то тоже... Хрен его знает. Для добычи. Сейчас посмотрим. Может, что-то выкопать удастся. Так, подожди, вот этот ты можешь выкопать? Я, конечно, не настаиваю, хотя нет, я настаиваю. А, вот сюда ты дотянуться уже не можешь. И здесь ты ничего не... Все, больше он ничего не может выкопать. Ну-ка, вот так вот можешь лестнице? Нет, не втыкается. Вот так вот тоже не втыкается. Может быть, тут оно пока не работает. Может быть, такое. Сейчас я вот разберу этот пол и попробую сюда лестницу выткнуть. Так, может быть... Нет, не хочет втыкаться, не хочет. Не хочет, не хочет никак втыкаться. И она не может служить продолжением той лестницы, да? Я понимаю. Видимо, да. Кстати, пол из глиняного кирпича, скорость передвижения 120%, а у остальных из известняка 95%, из плетеного пол 95%, короче, такое себя. Из дерева 100%. 20% это значительно, на самом деле, из-за глины. Я не знаю, может тут какие-то нужно балки построить. Он может туда строитель-то пройти? Вот мне любопытно просто. Ресурс недоступен для доставки. Нет, он не может туда пройти. Ну, скорее всего, туда пока нету возможности, значит, под землей нормально что-то строить. Ладно, пусть у меня такой подвал будет, немножко стрёмный. Тогда, что мы будем делать там? Тут у меня, вот еще вот здесь вот что-то где-то было. Мне любопытно. Вот здесь вот. Не могут. Я не знаю, склад построить. Сколько здесь? Какая тут температура-то? Вообще, он сюда может? Ну-ка я его вот так вот. Он может сюда спуститься? Опа, кстати. А, это что за херня? Это типа естественный этот? Естественный спуск? Охренеть. И сюда он может спустить? А, сюда уже не может. Любопытно. Ну ладно, пока отменим. Так, у меня стало еще что-то доступное. Плавильная печь. Металлическая руда превращается в слитки. Слитки. Золотой слиток, даже железный слиток. Может, кулинарное дело? Ну-ка. Ну-ка. Тут уже в этом помещении у меня, наверное, явно. Да, тут уже некуда втыкать. Нужно еще одно помещение. И причем, возможно, сверху где-то надо его строить. Ну что ж, вот как выглядит база на данный момент. Я думаю, интересный вариант. Особенно интересно будет, когда на меня нападут. Что, собственно, будет. Ну а дальше посмотрим. Все. Лайки, подписки, комменты. Благодарю за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok